Всем привет! Смотрите как восстановить данные с массивов RAID 5 и RAID 6 нерабочего NAS Tecus N7700 PRO. В современном мире, где данные играют ключевую роль, потеря информации может быть критичной, поэтому восстановление данных с RAID массивов различных типов всегда является актуальным. Tecus N7700 PRO – это сетевое устройство хранения данных NAS, которое поддерживает конфигурации RAID для хранения защиты данных. RAID – это технология объединения нескольких физических дисков в один логический массив с целью повышения производительности, надежности или обоих параметров. RAID позволяет распределить данные и операции чтения записи между несколькими дисками, что увеличивает скорость доступа к данным и обеспечивает защиту от потери данных в случае отказа одного или нескольких дисков. Хотя RAID обладает повышенной надежностью всегда существует вероятность потери данных. Несчастные случаи, ошибки в управлении или даже сбой оборудования могут привести к тому, что ценные файлы станут недоступными. Далее в видео мы рассмотрим процесс восстановления информации с двух RAID, которые были построены на одном NAS, из семи жестких дисков разного объема. Для общего понимания работы технологии RAID давайте рассмотрим, как на данном сетевом хранилище объединить диски в один массив, и разберем как создать несколько массивов разного уровня на многодисковом NAS. Для управления хранилищем нужно попасть в админ панель устройства. Чтобы это сделать, откройте веб-браузер и введите IP адрес вашего NAS. Далее для входа нужно ввести имя пользователя и пароль администратора, по умолчанию это admin admin. После входа в главное окно управления откройте менеджер RAID или разверните вкладку хранилище RAID Management. Если вы впервые создаете массив или нужно создать дополнительный RAID, кликните по кнопке Создать. Далее отметьте диски из которых будет построен массив и нажмите Next. Выберите уровень RAID. В моем случае у меня уже есть один RAID 5 уровня. Я хочу создать еще один RAID 6 уровня. Next. На следующем шаге вы сможете изменить RAID ID и настроить шифрование. Next. После идут настройки системы RAID, размер блока, файловая система и т.д. На последнем шаге проверьте конфигурацию и нажмите Submit для запуска процесса построения. И есть для подтверждения. В результате начнется процесс форматирования дисков и построения RAID. После построения инициализации RAID массива вы сможете создать еще один. Просто кликнув по плюсу в менеджере RAID. В итоге на одном сетевом хранилище мы имеем два дисковых массива разного уровня. У меня это пятый и шестой RAID. Помните, что конфигурации RAID предусматривают защиту данных, но не заменяют регулярное резервное копирование. Регулярно создавайте резервные копии важных данных во внешнем хранилище, чтобы предотвратить потерю данных в случае сбоя оборудования или других непредвиденных событий. Если у вас вдруг пропал доступ к сетевому диску, потеряли важные файлы в результате случайного удаления или форматирования дисков, неправильные настройки, повреждения RAID, восстановить информацию вам поможет только специализированная программа для восстановления данных. Большинство устройств НАС работают на настроенные версии операционной системы Linux и форматирование жестких дисков происходит с использованием файлов системы EXT или btrfs, а управление системами RAID основаны на двух технологиях MDADM и LVM. При подключении накопителей напрямую к ПК с операционной системой Windows, получить доступ к их содержимому безстороннего софта не получится. В таком случае рекомендуем воспользоваться проверенной утилитой для восстановления данных с NAS – Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов RAID, и в большинстве случаев в автоматическом режиме соберут разрушенный RAID. Для того, чтобы вернуть из дисков данные, их нужно достать из нерабочего NAS-устройства и подключить ПК с операционной системой Windows. Если у вас в хранилище было установлено большое количество накопителей и материнская плата компьютера не позволяет подключить их все одновременно, сохраните диски в виде образов и выполните восстановление с этих образов. Важный момент – в таком случае у вас должно быть достаточно свободного места, куда можно сохранить образы дисков всех накопителей. В таком случае, если на вашем NAS было несколько RAID массивов и вам известно из каких накопителей был построен конкретный RAID, вы сможете подключить только эти диски, просканировать и достать из них данные. Таким образом вы сможете восстановить данные сначала с одного массива, а после подключить оставшиеся диски и восстановить информацию со второго RAID. Если вам неизвестны из каких дисков был построен конкретный массив, определить это можно с помощью программы. При подключении дисков программа отобразит RAID даже если подключить один накопитель. Открыв свойства массива вы сможете посмотреть из каких дисков он состоял и далее уже по серийному номеру определить конкретный диск из какого он массива. Также некоторые типы RAID в зависимости от уровня могут работать без одного или нескольких накопителей. В таком случае можно исключить один или несколько накопителей при условии, что остальные диски находятся в рабочем состоянии. Для обеспечения наилучшего результата рекомендуется подключить все диски из которых состоял RAID. Также существуют платы расширителей и различные переходники, которые помогут расширить число подключаемых дисков. Их примеры вы сейчас можете видеть на экране. Для сохранения накопителей в виде образа выделите нужный и кликните по кнопке сохранить диск. Затем укажите место куда его сохранить и сохраните образ диска. Таким образом вам нужно снять образы со всех накопителей которые были подключены к сетевому хранилищу. Далее для восстановления данных нужно смонтировать образы накопителей в программу. Для этого в главном окне программы кликните по кнопке монтировать диск. Укажите путь в папке с образами, отметьте нужные и нажмите открыть. В результате все накопители появятся в списке дисков программы. При подключении или монтировании дисков утилита в автоматическом режиме соберет из дисков разрушенный RAID. Как видите RAID 5 и RAID 6 которые ранее создал на сетевом хранилище программа собрала в автоматическом режиме из подключенных образов. Headman RAID Recovery в автоматическом режиме определяет диски, считывает из них служебную информацию и собирает из них разрушенный RAID. При выделении массива внизу отображается детальная информация где можно посмотреть правильно ли удалось в программе определить параметры RAID. Убедившись что все в порядке можно приступать к поиску файлов. Кликните по накопителю правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Выберите тип анализа для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование это займет меньше времени. По окончании сканирования откройте папку где хранились ваши файлы. Если программе не удалось найти нужной информации выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное окно программы кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново полный анализ. По завершению откройте папку и восстановите нужные файлы. Как видите программе без труда удалось собрать разрушенный RAID с образов дисков, а также найти все файлы которые на нем хранились. Если вы ищите файлы которые были случайно удалены они отмечены здесь красным крестиком. Далее отметьте все что вам нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Укажите путь куда сохранить файлы диск папку и нажмите еще раз восстановить а затем готово. По завершении файлы которые были отмечены будут лежать по ранее указанному пути. Таким образом просканируйте каждый из массивов и восстановите нужные файлы. Если у вас есть возможность подключить сразу все накопители в таком случае программа также автоматически соберет из них RAID массивы и вы сможете запустить анализ и восстановить свои файлы. В некоторых случаях при повреждении накопителей или затирании служебной информации которая на них хранилась Hetman RAID Recovery может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если программа не собрала из диска в RAID массив и вам известны его параметры вы сможете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Для этого откройте RAID конструктор здесь выберите пункт создание вручную. В следующем окне заплуньте поля с данными RAID его тип порядок блоков размер. Добавьте диски из которых он состоял и с помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми нажав по плюсу. Также здесь можно указать смещение по которому лежит начало диска. В некоторых случаях программе не удается определить его автоматически и его нужно будет вводить вручную. Заполнив все известные параметры нажмите добавить после чего в менеджере дисков появится RAID собранный вручную. Далее запускаем анализ ищем файлы которые нужно вернуть и восстанавливаем. В этом видео мы рассмотрели ключевые шаги восстановления данных с RAID 5 и RAID 6 на устройствах TEKUS N7700 PRO. Помните что процесс восстановления данных с RAID это ответственный шаг требующий внимательности и тщательной подготовки. Важно заметить что каждая ситуация уникальна и эффективные методы восстановления могут немного различаться. Не забывайте о важности регулярного создания резервных копий данных. Это ваша гарантия безопасности информации в случае непредвиденных ситуаций. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло восстановить ваши файлы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok